откатывайся откатывайся всем привет дорогие друзья сегодня мы собрались в логове renovation sound для того чтобы доснять вторую часть полного разбора тысячников всем привет в прошлый раз мы посмотрели на схемотехнику из чего сделаны усилители сегодня мы их замерим посмотрим как они стабильно работают измерим их кпд и подведем некоторый итог наших двух видео и прежде чем мы начнем подпишитесь на канал включите оповещение чтобы не пропускать все наши новые видео и в комментариях напишите какие бы вы выбрали усилители от 2 до 3 киловатт по мощности чтобы мы на них сделали полный разбор напишите обязательно в комментарии начинаем на стенде у нас уже подготовлен с 1000.1 нагрузка у нас один он частота 50 герц мы смотрим чистую мощность до клипированного сигнала контролируем после в руку и поехали крутим немножко клип откатываемся назад и вы меня 800 в 1 ворот 1 в 800 питание 1348 ток 89 83 9 ампера все окей давай до 700 снижаем до 700 ватт и оставляем его жарить за минуту а мы пока посчитаем а у нас уже защита у вас очи когда это было пока мы считали пока мы считали усилитель ушел защиту мы защиту про и красная лампа горит усилитель довольно горячий сейчас попробуем его перезапустить перезапустится ли он можно я уйду да он пока что не перезапускается горячий смотрим о защиты вышел защиты вышел усилитель сигнал отдает ну в общем то вот мы имеем что работает у нас защита вполне адекватно так как-то так второй претендент второй у нас замеряемый fsd 1000.1 все то же самое так мы смотрим до чистого сигнала давай так а мощность 800 до 808 ватт 800 810 810 810 чопа 1348 питание 1348 90,7 ампера 90,7 ампера все окей минуту засекаем все полтос отключаем усилитель продержался у нас ровно минута прошла работает все отлично сигнальчик чистый у нас замечательно так по кпд мы по ежу не говорили да ну потом в конце по кпд и по мощности все скажем меняем усилитель продолжаем здесь у нас проект у на excel самый мощный по заявкам давайте проверять поехали в один он до чистого сигнала крутим 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 клип немножко назад и кило 1185 ватт 1885 ватт питание у нас при этом 1342 1342 ток 136,1 ампера 136,1 все записали так 0,7 где-нибудь на 1000 ватт ну давай вот 950 вот 980 ватт все погнали минуту засекаем считаем кпд 3 2 1 и все усилитель прожил у нас сколько отдавал отдавал он тысячу 900 почти тысячу ватт почти тысячу ватт ну изрядно нагрелся но это нормально до такой мощности в целом усилитель работает достаточно стабильно зачет так кпд мы пересчитали позже скажем все меняем погнали у нас атом 800.1 сразу же не повторять это никогда в жизни одноомная нагрузка на статику не надо так делать но смотрим как он работает на статике мы сделаем крутим до клипа есть клип возвращаемся назад и видим 708 ватт 708 ватт так 708 ватт что у нас там 13 стоп что все ушел я немножко крутанул 713 712 ватт 1351 и 68 3 68 и 3 712 ватт так откатываемся немножко назад что минуту будем держать подержим минуту на мощности 600 ватт ну погнали посмотрим как он ее переживет давай посчитаем пока мощность 3 2 1 все убавляем вот усилитель пережил у нас минуту работы в одноомную нагрузку пусть и не на максимальной мощности но очень близкой к этому ну да мы мы не психи чтобы 800 с него выкручивать и такие а когда он взорвется нет слушай он порадовал красавчик да усилитель работает вот следующий поехали pride миле в бой вступает у нас скорее все то же самое синус 50 герц одноомная нагрузка крутим до чисто до клипа откатываемся назад и видим 743 ватта 7中5 433 13 5 12 5 790 и 9 и 9 чуть откатываемся до 600, ну вот 620 ватт. Дай ему 750. Вот 757 ватт. В клипе. И считаем. Немножко клип. Все, поехали. 20. 750 идет и идет. Ну вообще пофиг, он долго так может работать. Он 2 минуты переживет. Минута прошла. Пошла вторая. 750. Вообще никаких откатов. Немножко в клипе. Работает, работает. При этом он даже особо не греется. Давай включу термометр свой. Температуру он померил. Усилитель за счет объемного корпуса алюминиевого достаточно долго нагревается. То есть у него теплоемкость высокая. Из-за этого он может гораздо дольше переживать экстремальные нагрузки. Такие, как у нас здесь имитированы. Сейчас посмотрим по температуре. Вторая минута пошла. Если предыдущие усилители тяжело руку было держать на нем, то этот спокойно до сих пор. Вот имеем сейчас у нас на корпусе. Так, подожди. Ну еще тут еще одну подсъемку сейчас добавим. 57 градусов всего лишь. Со стороны блока питания он у нас греется больше. Ну-ка, а рука моя сколько? Рука. Рука. Он не показывает сейчас центральную точку отключена. 59-60 градусов сейчас усилитель. А тем временем он работает уже сколько? Слушай, уже 3 минуты. Уже 3 минуты. Уже 3 минуты и до сих пор стабильные 750. Да. Ну ладно. Так, всю эту камеру выключаем. Я предлагаю не мучить его дальше. И сколько он так может работать? Я думаю, что 5 минут он продержится без проблем. Ну ладно. Все. Давай убавляй. Отключаем. И подводим итог. Че я там долго сидеть-то буду? Давайте. Финалимся. Мощность замерили. КПД показали. И соответственно нужно подводить итог. Что у нас вообще по мощности на 14,4 вольта? Да. Мы пересчитали мощность на 14,4 вольта. Потому как заявка производителя именно на таком напряжении указывается. И получилось у нас следующее. Эдж показал 912 ватт. За это мы ему поставим 2 балла. Да. Вернемся к нашей бальной системе. Трехбальной. Потому как он не дотянул немножко до заявки. Поставим ему 2 балла. Был довольно близок. По ФСД у нас получилось 924 ватта. Это также 2 балла. Потому как не дотянул до заявки. Уна-ХЛ у нас показал 1364 ватта. За это мы поставим ему 3 балла. Он даже переплюнул заявку достаточно серьезно. Ну и самый мощный. И самый мощный оказался в нашем тесте. Атом 800 у нас показал 808 ватт. Подтвердил заявку свою. 3 балла ставим ему. И очень удивил. Да. И про Айтмиле у нас показал 850 ватт. За это мы поставим вообще 1 балл. Потому как достаточно далеко оказался от своей заявки в киловатт. Боль в груди. Вообще прям. Дальше. Далее у нас по КПД. КПД. Мы посчитали. У нас получилось, что Эдж показал 70,7% КПД. Это 2 балла. Потому как 70% это довольно низко для D-класса. Хороший D-класс работает с большим КПД гораздо. Ну и не самый плохой. ФСД у нас получился 66,2% КПД. За это мы поставим ему 1 балл. Это для D-класса очень низко. Далее Уна-ХЛ показал 64,8% КПД. Это также очень низко для D-класса. Поставим ему 1 балл за это. Атом 800 показал 77% КПД. За это мы поставим 3 балла. От 75% и выше для D-класса автомобильного. Это очень хороший результат. Поэтому 3 балла смело ему ставим. И Прайд Милли показал 68,9% КПД. За это мы поставим ему также 1 балл. Ниже 70% это довольно низко. Так, я тебя немножко перебью. Уже в комментарии, я надеюсь, написали, где Кольт. Потому что Кольт продали. Блин, вот простите, закончилось. Давай дальше. Так, дальше у нас стабильность работы. Мы такой критерий придумали. Стресс-тест который. Мы держали минуту, смотрели как усилитель работает, греется. К сожалению, мы не все посмотрели в тепловизор, усилители. Но имеем следующее. У нас Edge ушел в защиту. Не продержался у нас минуты. И поставим ему за это 1 балл. То есть он как бы такой... Он защитился. Это плюс. Он не сдох. Но он не пережил нашу минуту работы близкой к максимальной мощности. Поэтому мы поставим ему 1 балл. Далее FSD. У нас он продержался, но был достаточно горячим. Поставим ему за это 2 балла. Уна XL также был очень горячим, но продержался. Поставим ему 2 балла. Атом 800 за счет КПД и такого маленького корпуса он также продержался, но был достаточно горячий. Поставим ему 2 балла за это. Люр-то нагрелся, но не взорвался. Было страшно. Я вообще сказал, что не надо это делать. Он только сказал, да, давай! Вопреки как бы распространенному мнению, вроде как бы атом, да, но продержался у нас в 1 Ом. На номинальной мощности минуту проработал без проблем. И Pride Millie удивил больше всех в этом плане. Он проработал у нас больше 3 минут. И при этом нагрелся меньше всех усилителей, которые работали у нас в минуту. За это мы только ему поставим 3 балла. То есть самый стабильный усилитель? Да, оказался у нас самым стабильным. Но это и понятно. У него самый тяжелый, самый объемный по количеству металла корпус. Из-за этого у него теплоемкость достаточно высокая. И несмотря на свой низкий КПД, он стабильно работает достаточно долгое время. Поэтому 3 балла ставим. Неспроста он работает на повседневе в 0,5, в 0,4 без проблем. Да. Значит, и просуммируем баллы наши. Значит, у нас получилось, что... Давай сразу по местам. Да, у нас первое и второе место разделили 2 усилителя. Набрали оба по 24 балла. Это Atom 800 и Pride Millie. И сразу же, давай тогда про них подытожим. Millie. Значит, Millie, ну, корея, стабильный аппарат. Достаточно редко они выходят из строя, если это не пользовательские ошибки какие-то. Стабильно работает, хорошо играет. И, в принципе, достаточно годная железка за свои деньги. То есть, мощность будет отдавать, стабильность, как у автомата Калашникова, не с кого он работает. Ну, Корея. За это приходится платить. Да, за Корею приходится платить. Дальше у нас Atom. Ну, на самом деле, удивил усилитель, потому что и КПД высокий, и мощность высокая, и стоит он очень недорого. Единственное, он по звуку на любителя будет. И то, что он маленький такой, это, конечно, плюс. Поэтому 24 балла он набрал, в принципе, за свои деньги, учитывая его стоимость, это 6,790 на момент теста. Это очень и очень неплохой усилитель. Так, третье место. Да, второе, второе место у нас первые два, как бы, забрали два усилителя. Второе место у нас Pride Uno XL. Очень, это самый мощный усилитель у нас в тесте. Удивило то, что он так переплюнул свою заявку. Вот, не самый высокий КПД, но и цена у него гораздо ниже, чем, скажем, у мили. Поэтому вполне годный усилитель. Мощность есть, стабильность присутствует. Да, так что можно брать смело. Отличный усилитель, много покупают. Ну, вот так, если по справкам, сколько покупают. Давай, что у нас там. Значит, далее у нас идет Edge, третье место. Ну, тоже достаточно неплохой усилитель, компактный, при этом, ну, по мне так он неплохо выглядит еще при этом. И, ну, работает достаточно стабильно. Если, скажем, его подключать не в низко Ом, а от одного Ома и выше, вполне годный усилитель имеет место быть при своей цене. И пятое, шестое место. Но, вот, поезжу, схемотехника не такая, как у всех, она чуть-чуть другая, да? Да, она отличается за счет этого и КПД у него немножко повыше, и, в принципе, работает. Ну, как бы, закроем глаза на то, что он там у нас в защиту ушел, не поддержался. Но главное, не сгорел. Да, он защитился. Защитился. Это большой плюс. Так. Вот, и пятое место у нас FSD. Набрал 18,5 баллов всего. Ну, и за свою цену вполне, в принципе, тоже неплохой вариант. Особенно, если не гонять его в низко Ом. Работает, греется умеренно. Мощность отдает почти киловатт. Так что, вполне? Все. Давай тогда прощаться. Выбирайте усилители для следующего теста 2-киловаттные. Прямо пишите в комментариях подробно, какой усилитель нужен. Пишите Антохе по поводу ремонта усилителей. И, соответственно, нам пишите по поводу новых усилителей. Да, еще в комментариях добавьте, какой бы усилитель вы выбрали из представленных в тесте. Нам на самом деле интересно, какой бы вы купили. Да, из киловаттников, что бы вы выбрали. Так что, всем спасибо за просмотр. Пока. Пока.